приветствую друзья как я и говорил реноха не дает расслабиться каждую недельку подкидывать какой-нибудь прикольчик если до этого все принципе было банально да не дешево естественно но вполне прогнозируемые ожидаемо для возрастного автомобиля очень произошла такая история значит какое-то время назад начали появляться ошибочки по антиполюшин и всякая такая фигня естественно это ни о чем не говорит конкретно подключили диагностику ничего толком она не говорит и через пару дней коробка что-то начал подтупливать но в смысле не как обычно а смысле конкретно я глушу машину хочу завести снова мне пишет бортовой компьютер приведите селектор кпп положение паркинг она как бы так на паркинге я обращаю внимание что на тобой не высвечивается такая передача включена это интересно лазим копошим интернет там у нас получается три признака выхода из строя блока управления коробкой это не показывается выбранная передача это у нас плохая работа при переключениях и за те ошибки по антиполюшину и чек джер бокс и в общем все три я плюшки свалил так подключили дэлфи она говорит по коробке все хорошо подключили launch то тоже все хорошо значит намутили клип а то тоже ничего не показал одесса все же все три прибора показывают ошибку в блоке управления ручником о том что у него отсутствует связь с блоком управления коробкой и только в этом блоке эта ошибка висит естественно не скидывается естественно машина не заводится вот она уже стоит недельку сейчас мы ждем через пару дней эвакуатор машинка поедет специализированный сервис который занимается ремонтом блоков управления и там пообещали помочь хотя тоже очень скептически не очень понимают что происходит потому что они сталкивались с такими коробками уже неоднократно но всегда висят какие-то ошибки в блоке управления самой коробкой тут как бы все чисто то есть мозги коробки говорят что все у них хорошо так что смотрим дальше что же происходит с машиной пятницу машина забирает эвакуатор машина уезжает в пятницу вечером звоню спрашиваю ну что как выяснили они сказали что нет мы не выяснили в чем проблема но мы обязательно разберемся но уже в понедельник я думаю окей хорошо не вопрос отдыхать надо наступает понедельник и вот тут самое интересное начинается значит звонят мне в 1245 я прошу запомнить это важные цифры звонят на 45 и говорят алексей в общем мы провели сложнейшие работы и выяснили что проблема у вас в блоке управления по всем признакам да и так было понятно что виноват блок управления коробкой установили игру что дальше они га значит есть такой вариант значит мы сейчас лезем в к бог управления коробкой ремонтируем его если прокатывает то это будет стоить от 15 до 20 тысяч если не прокатывает ну придется конечно скошелиться на новый блок управления но мы за работу свою не возьмем то денег я игру в принципе хорошие условия естественно я соглашаюсь походит четыре часа и пять минут то есть 1650 мне звонок и говорят вы знаете машину можно забирать и такой что все плохо нет нет все хорошо мы сделали в общем прижать и забирайте хорошо отлично я приезжаю к ним сервисами говорят значит ну все пожалуйста с вас 18500 игра что было в чем дело и вот тут выясняется что оказывается помимо того что все и так знают даже оказывается что еще может слететь и программное обеспечение блока управления коробкой залили новую прошивку они там провели огромную работу в общем сейчас все работает нет как хорошо вот мне дают документы дают машину все я уезжаю все хорошо я покатался коробка ведет себя ну как обычно да едет едет заводится все хорошо и когда у меня снова насыщение высыпали ошибки я начал тесно судорожно опять искать начали подумал что ноги растут именно от коробки и полез в документы которые мне не дали и вот теперь самое интересное чек есть да и вот вот она бумага было проведено 4 вида работ с коробкой компьютерная диагностика на сумму 900 рублей у них оказывается час диагностики 1700 ну как бы ладно нормально 900 рублей многие берут за диагностику пункт второй поиск неисправности электрооборудования допустим хорошо тут еще почему-то скидка взялась в общем поиск неисправности электрооборудование у них вышел 400 ну либо не вопрос а вот два следующих пункта самый интересный пункт номер третий адаптация сцепления те кто знаком с этими коробками да кто есть у них ну полевом на нужно сталкиваться с таким феноменом да как адаптация сцепления и знают как это делается и сколько это происходит по времени обычно 10 если вы еще и курите очень часто так вот на адаптации сцепления эти ребята потратили полтора часа да вот не будем рад всего полтачно полтора часа и того в 200 за адаптацию сцепления такой но ладно допустим и вот самый последний пункт это самое интересное это перепрограммирование эбу а кпп за это не взяли 10 800 потому что за час работы данной они берут 1800 а теперь возвращаемся к тому о чем я говорил до этого первый звонок поступил мне 1245 о том что они установили причину хотя они ее назвали они сказали что мы полезем в блок управления но установили причину и до звонка о том что машина готова прошло четыре часа и пять минут они потратили на программирование 6 плюс естественно как вы понимаете после перепрограммирования нужно как раз у заняться адаптации сцепления еще полтора часа и того семь с половиной часов в итоге получается что первый вариант который маловероятно да то есть они начали перепрограммирование эбу до того как мне позвонили вот но кто так будет делать да никто не начнет делать работу не согласовав ее с заказчиком второй вариант самый логичный выходит да то что они работу сделали то за четыре часа молодцы но сюда вписали семь с половиной часов и по итогу до сумма ремонта резко возрастает практически в два раза то конечно не хотелось бы так наговаривать на людей возможно я что-то не понимаю но все как бы они сами дали бумажки они сами написали что они потратили на перепрограммирование 6 часов и на нотацию полтайса автосервис ялтинский не буду конечно анти реклама не хотелось бы делать ребятам потому что работа не сделали машина ездит проблема только том что установить причину они не установили то есть вылечить проблему да допустим перепрограммировали а откуда пошла эта проблема устранить последствия это одно устранить причину вот что главное было бы причину и не установили они не смогли ответить на мой вопрос а из-за чего такое было ими предположено что проблема в аккумуляторе но дело в том что аккумулятор у меня новый по технической характеристикам этот аккумулятор просто подходит вот такая вот история будьте внимательны и правильно выбирать эти сервисы где вы обслужите свои машины и ну как видите проверяйте документы при получении автомобиля лучше сразу все проверить чтобы можно было занос подтянуть нерадивых либо алчных сервисменов я думаю ценник нам сейчас очень подкинет без ремонтов мы не останемся всем пока